Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня я пикирую своих толстоногих малышей. Это тот самый вот посев, самый первый. Батяню я распикировала еще на прошлой неделе, потому что он склонен к вытягиванию, такие томаты длинноногие. А вот эти толстоногие малыши, они видите как хорошо, они и подождали. У них сейчас два листика. Я сразу добавлю для тех, кто возможно не знает, что это за томаты, чтобы потом не отвечать на многочисленные вопросы, зачем так рано, что это не надо. Некоторые говорят, раньше марта вообще не надо сеять. Я скажу так, вот это у меня экспериментальная партия, это посев для выращивания в теплице. В который мы сделали в прошлом году осенью обогрев грунта, греющий кабель положили. И для того, чтобы... Там, короче, греющий кабель, грунт и сверху инфракрасные обогреватели. И для того, чтобы он действительно, эта обогреваемая теплица себя оправдала, свое название, там уже должен быть супер ранний урожай, то и посевы нужно делать, конечно, мне рано. И вот эти посевы сделаны 23 января. Сегодня им 11 дней. Сегодня у них 2 листика. И это самый-самый благоприятный период для того, чтобы провести пикировку. Как я говорила в предыдущих видеороликах, что нужно избегать как сильно ранней пикировки, так и поздней. При ранней пикировке, ну, опытные огородники делают раннюю пикировку, ничего, конечно, с ними не случается. Но тут нужен навык нам, многолетний какой-то навык, для того, чтобы мы очень уверенно себя чувствовали и знали. Потому что если новички начнут пикировать на ранних сроках, когда всего 200 медольки, и когда еще этот корешок совсем недоразвитый, они могут нечаянно повредить растения. И они обычно больший процент гибели после пикировки в неопытных руках, когда они совсем крошечные. Ранней пикировки надо избегать. Но и позднюю пикировку специалисты тоже не приветствуют. Потому что, ну, везде вы, наверное, читали много раз, написано, оптимальный срок для пикировки, возраст. Это 1-2 настоящих листа и 10, 11, 12, ну, 13 дней. Вот так примерно. У меня сейчас ей 11 дней, 2 листа. Идеальная рассада для пикировки. Ну, конечно, сама по себе она еще очень крошечная, очень маленькая. Подождите, я одену очки, я не вижу корешки без очков. Делаю все точно так же, я уже говорила. Я прищипываю маленький-маленький кончик и вот так по семи доли ее прищипываю и по семи дольки. Прищипываю и по семи дольки. Сейчас просто пальцем уплотню грунт, притрамбую. Так, я сначала обсыплю его. Если все приготовить заранее и сесть, начать пикировку, и она получается, как вот автоматические движения, они же одни и те же, получается очень-очень-очень быстро. Я вот так делаю уплотнение. И все. Теперь самое главное. Сама-то пикировка, я уже говорила сто раз, сам процесс вот этой пикировки, процедуры, он очень простой. Незамысловатые движения, отсюда взял, сюда воткнул, отсюда взял, сюда воткнул. Самое главное, сохранить их после того, как вы распикировали. Я сейчас один раз полью, переливать не буду, буду ждать, когда высохнет. Поставлю, я специально вчера приготовила место, нашла холодное окно, закрою батареи, чтобы было попрохладнее. Лучше всего в прохладном месте, чтобы они первое время нельзя на солнечные лучи. Вот у кого сильно солнце притеняют газетками. Короче, вот первый период, неделя, дней, 5, 6, 7, 8, мы должны с такой заботой, с такой бережливостью к ним относиться, чтобы они на солнце не получили солнечный ожог, чтобы не перелили вы, чтобы молодой этот корешок, который еще там не адаптирован, он не освоил еще эту почву, чтобы он не загнил, чтобы не появилась эта черная ножка. Короче, вот первую неделю повышенное внимание. Ну, а вообще помидоры, они неприхотливые, они выносливые. Если вы не будете чего-то делать сами, если вы их не погубите, то они прекрасно переживают пикировку. Ну, пикировка, это, конечно, сейчас выбраковка. Я сейчас буду брать только такие крепенькие, здоровые, сильненькие, которые одинаковые по своему размеру. Если будет, вот это Настенька, я сейчас начала, в Настеньке я не вижу маленьких. Вот сейчас бы эту буду магазинную пикировать, там две получилось немножко уродливых сеянцы, я их отброшу. В Настеньке все одинаковые, я беру, стараясь, чтобы они были одного размера, чтобы не было корешков. Корешки осматриваю, если корень коричневый или с какими-то там, ну, подозрительное что-то на корне, или он не очень доразвит, бывает вообще вытащишь, а корня нет. Ну, вообще такой недоразвитый корень, как обрубок, я его тоже не беру. А больше ничего сложного в этом нет. Кого интересует подробная пикировка, ссылки в описании к этому видео я положу, и как сеяла эти томаты, и как пикировала ботяню, и о пикировке подробно, какие мы ошибки можем совершить. Но вот сейчас я сяду и буквально за 10-15 минут я все их раскидаю по стакану. Все, до свидания. Вот это у меня первая пикировка, ну как, не первая, а ботяня уже была, но это первый лоток, вот первый посев, именно для суперраннего урожая. Вот это у меня пикировка самых-самых-самых первых. С них я рассчитываю получить первые плоды, потому что они не высокорослые, они не очень крупноплодные, со средним сроком созревания, средние или ранние сорта. Вот это будет у меня суперранний урожай. Я потом вам обязательно покажу их, покажу, как они будут себя вести в стаканчиках. Здесь они будут сидеть недели 3. Через 20 дней обычно делаю перевалку в большой полкилограммовый стакан. Все, до свидания. Продолжение следует...